Юный физик Дима Швецов, будущий инженер, смастерил модель дачного фонтана. Если использовать вместо пластиковых бутылок и шариковых ручек современные материалы, может получиться практически поливочная станция. Этот фонтан можно использовать для поливки цветов. То есть, если его более модернизировать, чтобы струя била выше, тогда с помощью него можно поливать цветы. Но если бабушка попросит, я смогу такое сделать. С прошлого года в 35-й школе стали применять так называемую музейную педагогику. Это когда на уроках для привлечения интереса и закрепления материала используют картины и экспонаты. На физике их делают сами ребята, чтобы самим разобраться в природных явлениях. Если это музей истории какого-либо предмета, то мы тут и патриотов растим, потому что, например, лампочка – наше русское достижение Ладыгин. И когда мы используем фотоаппарат, то говорим, что наша оптика российская, самая лучшая оптика. Педагогический проект, уверяют учителя, сказался и на школьной атмосфере. Дети стали более вежливыми, конфликтов почти нет. Свои музеи есть не только в кабинетах точных наук. Часть урока музыки проходит в школьном коридоре. Картины великих художников помогают лучше понять, о чем хотел сказать автор. Все старо как мир, но самое главное, что такое наши ребята – это наш народ, это наше будущее. И наша задача – показать, что они могут знать так хорошо прошлое, чтобы из настоящего видеть будущее. Чтобы поделиться опытом, 35-я школа пригласила к себе студентов, будущих учителей, чтобы те наглядно убедились, что язык искусства универсален. На нем могут говорить и физики, и лирики. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.